Всем привет! С вами Маша и вы на канале Нашим. А главное, мы в святая святых. Мы в моей ванной. Смотрите, какие у меня здесь орхидеи. Я хотела быстро с вами, в качестве такого, знаете, косметического... О! Сегодня в качестве такого быстрого косметического влога мы с вами посмотрим на мою косметику, на то, что у меня на столике. Я не буду растекаться мыслью под ревом, я просто покажу, что у меня сейчас находится в рационе, какие-то быстрые вам сделаю наметки на бренды, покажу вам, как я организую, собственно, или не организую, да, в кавычках, свой уход и свою каждодневную косметичку. Итак, вот так. Это все еще... Сегодня у меня день большой уборки, поэтому сегодня я все это буду разгребать. Здесь, как всегда, как у любого маньяка у входа и косметики, половина полупустых баночек. Там только, по-моему, кремов для глаз трое. Но давайте, наверное, начнем с очистки. У меня здесь две маски глиняных. Origins, которая мне пришла в пиар-посылке. И это, по-моему, как это называется? Original Skin Mask. И такой же у меня есть крем. Matte Moisturizer. Матирующий, увлажняющий крем. Он у меня стоял. Я им пользовалась, может быть... Ну, знаете, как гель. Я так, наверное, не смогу открыть. Он полный совершенно. Я им пользовалась несколько раз. Он действительно очень сильно матирует кожу. Но при этом, даже если он носит только на лоб или на нос, он ее матирует так, что она прям иссыхает. Это очень неприятное ощущение. И долго оно не держится. Поэтому этот полный тюбик крема я в итоге выбрасываю. Потому что мне надоело ее уже держать. И надеяться, что я им буду пользоваться. Потому что это всегда как-то очень неудачно все. Маска ничего. Но я масками, вот у меня их тут две, пользуюсь очень-очень редко. У меня полно тканевых масок, которые я никак не добью. Вообще с масками у меня никакой нет особой усидчивости. В общем-то, одна у меня вот эта я поставлю в душ. Это будет здесь пока лежать. Но, честно говоря, у меня слабые надежды, что я заставлю себя ей пользоваться. Валки. Здесь у нас то, что я пытаюсь добить уже, по-моему, второй горд. Это масло для умывания от... Что это? Philosophy, да? Purity Made Simple. Известная штука. У меня купилась огромную тройку. Терпеть не могу эти продукты. Вообще эту фирму я поставила себе в черный список. Потому что там очень много каких-то химических ингредиентов. И качество их, мягко говоря, относительно цены в 30-50 долларов. Это вообще нелепо, на мой взгляд. Но не будем задержаться. Это одна из самых любимых моих умывалок. Я вообще влюбилась в эту марку Avalon Organics. Вот очень хороший очищающий гель. Он у меня почти закончился. Я туда сейчас налила вот этот вот гель. У меня такой люксовый пробник от Carres. Тоже такая, знаете, люксовая натуральная марка греческая. Она мне очень нравится. Но там я не могу сказать, что какие-то крутые средства, что касается антиэйдж. У них, скорее всего, их я люблю за обалденный йогуртовый крем для тела. И за их умывалки. У них хорошие умывалки. Вот этот без белым чая. У меня, по-моему, была еще с какими-то травменными выжимками. И все умывалки мне у них очень нравятся. Они хорошо, мягко очищают кожу и хорошо снимают макияж с глаз. Вот я ее перелила сюда. Это у нас пойдет все в Ресайкл. Вот эта умывалка мне очень нравится. Я ее купила за какие-то смешные деньги, там, за 2 или 3 доллара. А в полную цену вот это вот, сколько у нас здесь? 8 унций жидких. Стоит, по-моему, 7 или 8 долларов, что вообще ничего. Она очень хорошо снимает грязь, жир. Единственное, что недостаточно она хорошо себя ведет с жидкими подводками и таким стойким макияжем для глаз и губ. Но в целом это одна из любимых моих таких натуральных и хорошо работающих умывалок. Дальше у меня мои эксперименты, которые я вам недавно показывала. Это пудра для скрабирования, которую вы добавляете в любую умывалку от Bare Minerals. Ничего, но ничего особенного. Поэтому я ее поставлю в душ, чтобы использовать вместе вот с этим клинзером, который меня тоже очень разочаровал. Это какой-то супер натуральный, произведенный в Америке клинзер. Если посмотреть на состав, сплошные прелести. Более того, они гордятся тем, что те деньги, которые вы тратите на продукты этой компании, как она называется? Это для меня была такая вслепую покупка, но я периодически интересуюсь натуральными брендами, посмотреть, что там как. Что они строят школы и помогают всячески в Западной Африке, в самых бедных поселениях. Это, конечно, все очень приятно, но клинзер отвратительный. Он пахнет как-то не очень приятно, он такой черный крем, ничего он не очищает вообще. Поэтому я его использую чисто как кремовую базу для вот этих скрабирующих частиц. И я это делаю периодически в душе с утра. Следующий клинзер, который у меня пойдет на замену, когда закончится то, что я перелила в этот, это стандартный клинзер Gentle Rejuvenated Cleanser от Algenis. Он у меня был в наборе. Не могу сказать, что он чем-то таким особенным отличается, поэтому он просто у меня тут стоит. Знаете, давайте я, раз уж мы разгребаем все мои тут залежи, я его уберу. Когда тот закончится, это я поставлю, чтобы не такой был cluttered, не такая загруженная поверхность. Так, это мои линзы. Если кто не знает, я могу носить линзы только когда я их очищаю пероксидом, потому что у меня чувствительные глаза. Если у вас проблемы с ежедневным ношением линз, присмотритесь к двухнедельным линзам и пероксидной системе очистки. Так, это у меня средство для ресниц, это моя любимая паста, это один из моих любимейших лаков для волос. Он дает такое очень легкое покрытие, знаете, как вуаль, при этом оно неплохо держит волосы в порядке. Самый-самый мой любимый дегдарант, но это не важно. Здесь у нас залежи, просто залежи, это стойка для телефона, залежи кремов. Итак, я вам недавно показывала, крем для шеи, для упругости шеи. Начала им пользоваться, он очень странно пахнет. У него какой-то гиперхимический какой-то запах. В общем, я как-то заставляю себя им пользоваться. Честно говоря, результатов пока никаких не вижу. Вот два крема, которые я хотела сравнить. Они оба дают розовый такой блеск, практически хайлайтерный кожа лица. Один из них от Боша, это Цубаки Глоушен. У них целая линейка есть Цубаки. Ничего, ничего, но мне кажется, местами он может вызывать воспаление, в зависимости от того, насколько чувствительная ваша кожа. Вот видите, я уже его использовала вот столько. Здесь у нас тут концепция очень простая. Давайте я покажу. Видите, это по сути розовый крем, который при неносении на кожу дает ей такой легкий розовый отлив. Ничего, но ничего особенного. Так что да, отправляется он в продукт, когда бить и больше не покупать. Продукт, который мне очень нравится, он безумно дорогой. Это Sublime Optical Illuminizing Maturice Altal Genist. Это очень плотный крем. И он действительно дает такой очень серьезный розовый отлив на коже. Там, наверное, здесь сейчас будет не видно. И в нем очень много She Butter, да, то есть у него масла Shea много. Он мне очень нравится. На мой взгляд, цена у него все-таки немножко завышена. Поэтому буду добивать. Если мне попадется на скидки, я его тоже еще раз куплю. Но в полную цену не советую. Четыре, господи, прости, крема для глаз. Как-то так сложилось. То у меня было, то заканчивался один, не было никакого. А теперь у меня их четыре. Вот они все красавцы. Этот, кстати, уже закончился. Добила я натуральная марка Derma E. По-моему, на iHerb она продается. Я ее покупала в Ульте. Купила себе и маме легкий, приятный крем для глаз. Но ничего он особенного не делает. И на мой взгляд, мне мама оставила, что у нее не все влезало в сумку, когда она уезжала. Оставила мне Everline Cosmetics крем для контура глаз на основе козьего молока. Не знаю, насколько там он на козьем молоке или нет. Ну да, здесь очень много всяких изопропилов, стиролов и бог знает чего. В основном здесь минеральное масло. Они очень похожи. Может, состав у них разный. Но эффект от них один и тот же. Такое легкое, увлажняющее нечто, которое, в общем-то, особенно ничего не делает. И в течение дня кожу, оно не держит постоянно увлажненной. Поэтому покупать больше не буду. Так что, да, особенно... Вообще, вот с этой марки я сейчас вам побольше покажу от них продуктов. Я у них сделала такой налет на них. Но купила у них всего много сразу. И в целом не могу сказать, чтобы хотя бы один продукт как-то себя выделил. Поэтому это уже отправляется в мусорку. И это я буду добивать. Достаточно сильно любимый мой продукт от Clorins. Это Hydra Essential. Это маска для глаз. На самом деле это просто очень плотный крем. Я им пользуюсь на ночь. Иногда даже днем. Он, в принципе, хорошо наносит под макияж. И мне кажется, он как-то дольше держит кожу под глазами увлажненной. Вот эти два крема у меня остаются. Их мы будем добивать. Вот этот прежде всего. А тут у нас побольше осталось. А этот крем прям даже не знаю. Это огромная бодия крема от Mario Badesco. Тоже такая а-ля... Такой mid-middle market. Даже более к бюджетному немножко местами. Марка ухода. Там у них много вариантов. Мне нравится у них розовый спрей. Вот я попробовала у них гиалуроновый ай-крем. Он очень плотный крем. Но он может вызывать жировики. Поэтому его надо очень-очень тонко, очень-очень мягко куда-то наносить. Несколько меня, конечно, напрягает тот факт, что у меня тут столько этих кремов. Ладно, давайте оставим эти два. А этот пока мы уберем, чтобы не так много было тут всего. Сделаю все-таки быстрое ревью на продукты от компании Selex, которые они мне прислали. Спасибо им большое. У меня был вот такой набор. Больше всего мне понравился вот этот Sea Silk Oil Free Masturizer. У меня уже его практически там не осталось. Вот он, красава. Видите, это светло-голубой такой гели-крем. Он очень приятный. Он, знаете, наносится даже, можно сказать, помадкой. А мне он показался очень похожий на крем с улиточной слизью, который, не помню, как он называется, который рекламировала Lessa in the Wonderland. Ну, в чем его прелесть? Мне нравится, что он наносится и такое дает какое-то защитное покрытие кожи. Я думала, что он будет больше для жирной кожи. Нет, на самом деле он прекрасно подходит именно сухой коже. Он вот именно дает ей какой-то такой барьер. И одновременно практически работает как праймер. Мне он очень-очень-очень понравился. На него хорошо наносится потом косметика декоративная. Все в нем прекрасно. Пахнет он очень приятно. Никаких на него у меня реакций, ничего не было. Поэтому, да, этот крем, если он попался бы мне в каком-то наборе или на скидке, я бы его купила. Не могу сказать, что он делает что-то магическое. Но, как говорится, если нет другого выбора, если он мне попался бы на скидке, я обязательно еще раз бы его купила. Что касается сывороток, здесь у нас Enhancer. Это гель Hydrant, знаете, такое что-то типа жидкой гиалуроновой кислоты. Я его пыталась наносить под крем, под этот, под какой-то другой. Ничего он для меня не делает. На самом деле даже создает какое-то не очень комфортное наслоение, когда несколько срез сразу. Вот это Celex C, High Potency Serum с витамином С. У меня такое ощущение, что очень быстро скисла. Хотя ничего, особенно весе не делала, на солнце не оставляла. Но очень быстро она потеряла свою действенность, изменилась в цвете. Я слышала, что сыворотки с витамином С имеют свойство окисляться и меняться в цвете. Но она еще начала мне пощипывать кожу. Буквально через 2 недели после того, как я начала ее пользоваться. Поэтому о пользе продукта у меня так и не сложилось. Какого-то четкого мнения. А то, что он быстро вышел из строя, это немножко расстраивает. Так что да, эти 2 продукта, они у меня, в общем, этот, поскольку он уже плохо воздействует на кожу, щипли лицо, отправляется в мусорку. И это тоже, потому что он ничего не делает. И мне как-то он только захламляет мой туалетный столик, если честно. А этот крем я буду добивать. И, в принципе, вам очень даже рекомендую, если он вам по бюджету. Эти 2, они у меня любимчики. И теперь давайте поговорим еще поподробнее про Дерма-И. У меня здесь еще 2 крема. Один антиринкл антивозрастной. Их крем такая огромная банка. Здесь дофига там такой вот воздушный, можно сказать, суфлейный крем. Вот он. Он очень приятно ощущается и на коже, и, в принципе, распределяется очень-очень хорошо. Но у меня к нему претензия в том, что он ложится на лицо пленкой. Если вот это дает какой-то приятный барьер на коже, под ним дышит, то здесь как раз вот этот вот барьер, который потом, под которым кожа будто парится изнутри. Какой-то пронивковый эффект у меня от него возникает. Поэтому наношу его только на ночь. Вот что у нас касается состава. Составы мне очень нравятся у этой марки. Но, честно говоря, эффективность минимальная совершенно этих кремов. Поэтому не могу рекомендовать, потому что парниковый эффект днем мне неприятен. Тем не менее, тут целая бадья крема и хватит ее на 100 лет. Поэтому я буду его добивать. И вряд ли я еще буду его покупать. Второй крем, которым я начала сейчас очень активно пользоваться, это осветляющий крем для кожи с альфа-арбитином и ликорис. Не знаю, как это по-русски ликорис. Тоже он такой весь супер-пупер натуральный, экологичный и так далее. И вот что-то у нас тут есть состав. Нет, здесь на баночке состава нет. Дело в том, что он должен постепенно приводить к осветлению кожи, осветлению пигментных пятен, удалению неровного загара, такому постепенному. А что я могу сказать? Загар, по крайней мере на лице, неровный загар местами, действительно немножко выровнялся. Но веснушки и прочие пигментные пятна, ну, может быть, чуть-чуть посветлели, но очень-очень слабо. Не сказала бы, что это стоит того. Хотя крем недорогой, приятный. Если у вас нет денег на более высокоэффективные средства, можно к нему присмотреться. Выглядит он такой немножко не очень ровный по своей консистенции, плотный крем. Немножечко он подсушивает кожу, поэтому я обычно его наношу, а поверх, на те места, которые у меня сухие, там носокупные складки, например, я еще, когда он впитается, наношу еще какой-нибудь хорошо утверждающий крем, типа вот этого от Селекс или Сублайм от Алженист. Какая горочка у нас вот намечается. Конечно, в этом неприятность, когда получаешь косметику на обзор, и у тебя потом начинают копиться ее просто какие-то дикие горы. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Это такое просто кладбище опробованных продуктов, которые никак не добью. Кларинс, присланный на обзор. Это их Дабл Серум. Она мне очень нравилась в начале, но почему-то перестала нравиться в конце. По-моему, там не очень равномерно смешивается масло с самой сывороткой, это анти-эйдж. Мне она очень нравилась в начале, очень. Но вот именно сейчас больше там, видимо, осталось масла, и это масло отказывается впитываться в кожу. Поэтому я не могу наносить эту сыворотку под дневной крем или под СПФ. А на ночь ее маловато, как самой по себе. То есть тогда нужно носить эту сыворотку, что что еще? В общем, надо как-то заставить себе ее добить. И, наверное, больше покупать я все-таки не буду. Хотя я с ней провела счастливые пару месяцев в самом начале. Крем опробованный от Доктор Джарт. Вы знаете, что их золотой Би-Би-крем один из самых моих любимых. Ни о чем. Какой-то гель просто, знаете, глицериновый. Тоже тут осталось совсем чуть-чуть. Надо бы быстро как-то добить, хоть на локте, хоть как, и уже от него избавляться. Это у нас серум в виде масла с ретинолом. Для сухой и нормальной кожи. Действительно такое масло. И немножко не люблю ее масляное ощущение на коже. Но он потом неплохо впитывается. В принципе, нравится. Но куплю ли еще раз, не уверена. Потому что особого эффекта я не заметила. Как, в общем-то, и с большинством увлажняющих кремов. И там уже тогда становится вопрос, есть ли побочные эффекты, и насколько приятна текстура. Текстура мне не очень приятна. Побочных эффектов нет. Но есть полно кремов и сывороток, которые как-то намного приятнее мне в использовании. Поэтому тоже пытаюсь добить и все на этом закончить. Крем для глаз от Lancome присланный на обзор. Очень дорогой крем. Он стоит чуть ли не там 70 долларов, что-то в этом роде. Отвратительный. Он высушивает. Это вот реально просто праймер для лица, который еще умудряется, такой, знаете, силиконистый, который еще умудряется высушивать мне кожу. Терпеть не могу. Держу его только для тем, чтобы пользоваться как праймером для лица. Надо его переложить в декоративную косметику. Потому что как уходовое средство оно не делает ничего. А даже, можно сказать, делает оно вредно. Так, что у нас здесь еще? Здесь у нас есть любимый мой кислотный крем с салициловой кислотой от Полус Чойс. Обалденная вещь. Ее можно наносить и как утром, и днем, и вечером. И иногда, если супер лень, и вы, допустим, с утра не хотите полностью там делать скраб, то-то и то-то, вот буквально умылись водой, этот BH Losh, он хорошо контролирует какие-то воспаления, высыпания. В общем, его даже наносить можно на другие крема поверх, и он не приводит к закупориванию пор. Люблю и буду покупать дальше. Любимейший мой крем для тела от Sol Janeiro. Бам-бам-бам, но он какой-то очень дорогой, что меня несколько смущает. Это, господи, уже думала выкинуть, что ли. Это мне был в каком-то наборе тонирующий, такой очень-очень пигментированный крем для ног. Я почти никогда ничего такого не делаю, он у меня просто валяется. Знаете, что выкину-ка я его, потому что это все уже просто бесполезно. Парфюмированный крем для тела. Мне не очень нравится этот запах, и я его все пытаюсь добить, поэтому пусть он просто лежит на ноги, буду его мазать, когда мне не лень. Крем для тела. Это достаточно набравший много известных, такую хорошую известность Honest Company. Здесь у нас... Я его купила только потому, что в нем было много she-butter. Где-то там в начале была, или третий она, третий или четвертый элемент, ингредиент. Но на самом деле крем достаточно посредственный. Ощущается он, как все крема на основе минерального масла. Грубо говоря, базилина. Ничего особенного компанию рекомендовать, к сожалению, не могу. Как-то мне их продукты совсем не впечатлили. Плюс у них вроде как какие-то были странные пиар-скандалы. Я буду добивать... Видите, совсем чуть-чуть осталось добивать. Буду на ноги этот крем. И на всем, в общем-то, мы это закончим. Мой любимый Батис, который уже заканчивается. Сухой шампунь. У меня так волосы второго дня. Это очень классный спрей. Самый лучший из всех спреев, которые я пробовала для придания объему волосам, перед тем, как сушить их феном. Это Caviar от Alterna. У меня был набор от Sephora. Самых-самых разных спреев для придания объему волосам. Вот этот объективно самый лучший. Так что, хоть я и редко укладываю волосы формально, феном, со всеми делами, со спреями. Но когда я это делаю, я лучше буду им пользоваться, чем каким-то другим. Ну и, в общем-то, все. То, что касается тем, кому была интересна моя рутина, касаемо ухода. У меня, как всегда, тут просто какое-то тестирование 150 продуктов. Поэтому это все выглядит несколько... Это не отражает, скажем так, систему ценностей минималистов. Ну, что делать? Мне, в принципе, так неплохо. Главное, чтобы я знала, что где лежит это какой-то тоник, который тоже пытаюсь добить. В общем, да. Вы теперь понимаете, как у меня все это организовано. Общее впечатление у вас есть. Ну и маленький бонус. Итак, покажу вам, что у меня, опять же, во время сбора с утра, как выглядит моя маленькая коробочка. Когда мне нужно что-то быстро схватить, если я вообще это делаю дома, то делаю ее так. Если у меня времени нет, то я хватаю вот эту штуку и с ней бегу. Здесь у меня сохнет спонж. Итак, здесь у меня мои основные парфюмы, которые я либо тестирую, либо пытаюсь добить. Я не пытаюсь добивать парфюмы, которые мне неприятны. Это я вам сразу скажу. Поэтому те парфюмы, которые мне не нравятся, я либо кому-то передаю, если они кому-то нравятся больше, либо просто от них избавляюсь. Поэтому все парфюмы здесь мои любимые. Ну или какие-то для меня новые. Вот эти два новые. Это у нас лимон с имбирьом. Это парфюм от компании Origins. Это Elizabeth Arden Green Tea с добавлением аромата огурца. Это такие радостные мандаринки от Moschino. Видите, у меня вторая бутыль, если не третья, она у меня заканчивается. Это я хочу ее добить. И когда-нибудь по случаю куплю еще одну, потому что я очень люблю этот аромат. Он легкий, приятный, непритязательный и недорогой. Очень люблю вот этот мягкий, радостный перчик. Такой какой-то, знаете, суфлейно-пудровый перец. От Silolita. По-моему, это называется Silolita. Вот у меня даже меньше половины осталось. И, к сожалению, совсем-совсем чуть осталось. И я уже хочу допользовать. Это Legacy практически парфюм. Это Intimately Beckham. К сожалению, его уже сняли с производства. Его нельзя нигде купить. Поэтому я вот хочу допользовать то, что осталось. Ну и, как говорится, сказать ему пока. Здесь у меня какие-то украшения, которые я носила вчера или сегодня. Я их просто складываю поблизости. Периодически перемещаю в тот ящик, в котором вся моя коллекция украшений. Здесь у меня такая, видите, конструкция на краю комода. И что касается косметики. Здесь у меня разнообразные кисти. Тушь, которую я пытаюсь добить. Это Mark Jacobs. Это их октагональная тушь. Чем она становится старше, тем меньше она мне нравится. Это, знаете, как пытаться распределить холодное сливочное масло по ресницам. Не очень люблю эту тушь. Она неплохая. Я не могу сказать, что она плохая. Но ничего такого сверхъестественного в ней тоже нет. Поэтому я пытаюсь ее добить. Не то, чтобы я сильно заставляю себя ей пользоваться. Ну, в каком-то смысле, да. Стараюсь уделить ей больше внимания. Но в какой-то момент, когда уже я дойду до ручки, она мне надоест или совсем будет, ей неприятно пользоваться. Я ее просто выкину. Здесь у нас крем для глаз от Lancome, который я вам показывала. Который я предпочитаю использовать просто как праймер. Потому что больше ничего он не может сделать. Это ободок, который я одеваю, чтобы мне волосы не лезли. Здесь у меня пару пудр. Матовая и основная, как такая пудровая фаундейшн. Это была Лора Геллер. Маракужа консилер. Это ССПФ крем. Это Lancome Stick, которым я пользуюсь в зависимости от обстоятельств. Пудру я эту добиваю, которой уже сто лет. Здесь у меня ванила и какой-то там розоватый хайлайтер. Это мои хайлайтеры и шиммерные румяна. Это обычно у меня пудра с 50 СПФ, которую я тоже добиваю. Жалко, что ее сняли с производства. Одна из самых-самых-самых охрененных пудр с СПФ. Как только высохнет спонж, я ее приложу себе в сумку. Несколько помад, которыми я хочу выделить внимание, пользоваться в основном. Они такие нейтральные. Это мягко-красная, это такая мягко-розоватая маува. Это ярко-красная, это малиновая. Но этими как-то я забываю пользоваться. Даже несмотря на то, что они у меня лежат на виду. Карандаши для глаз, лайнеры. И, в общем-то, все. Вот это вот, ну, есть пару тут теней в стиле L'Oreal Infallible. Это вариация тоже от Ульта. То есть есть некоторые продукты, которые у меня каждодневные, такие самые съедобные, это вот эти, например, да. Есть продукты, которыми я пользуюсь редко и хочу пользоваться чаще. То же самое. Помады естественных оттенков, таких натуральных, бутонистых. Помады чуть поярче. Я пытаюсь как-то делать себе периодически такие вот миксовки. В надежде, что я буду чаще пользоваться яркими помадами. И не забуду старичков своих, которых я люблю, чтобы я их допользовала, и они не успели испортиться. Здесь пару блесков отстил, но ими я пользуюсь редко. Ну, так примерно выглядит то, что у меня в походной косметичке, или, скажем так, косметичке на бегу. Все остальное у меня хранится в тех ящиках, которые вы видели, я вам показывала. Периодически я миксую, что попадает в эту коробочку. Мне просто удобно, что коробочка сразу у комода. И это у меня такое, знаете, как вот к чему тянется рука в первую очередь. Либо уже тогда, если у меня есть время или желание, я иду, открываю свои ящики с коллекцией парфюмов, открываю свои ящики с коллекцией того, что у меня в плане макияжа, и делаю что-то более такое обстоятельное. А вот это вот у меня каждодневное на бегу. Ну, что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Такой маленький вложик, моя воскресная мега-уборка по дому. Показала вам то, что у меня хранится в ванной. Этот мой полигон тестирования средств по уходу. Показала вам, как я организовываю такой маленький бокс, коробочку, где у меня хранятся разнообразные косметические и декоративные средства. Мои пять парфюмов, которые у меня постоянно сейчас в ротации. Два из них я тестирую, и три горячо любимых, которые я постепенно уже как бы добиваю, чтобы закончить эту главу в своей парфюмерной жизни. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, то ставьте лайк внизу. А также хотела вас попросить, я в последнее время что-то заскучала. Мне очень интересно посмотреть, есть ли новые интересные каналы на YouTube. Поэтому у меня к вам большая просьба. Если вам не сложно, оставьте ссылку на видео недели. Вот одно видео на YouTube, которое вы посмотрели, оно реально стоило того, чтобы им поделиться. Может быть, каких-то новых блогеров я через вас открою. Может быть, какой-то новой информации интересной посмотрю. Мне было бы очень... Я была бы очень вам благодарна, если бы мне в этом плане немножко подкинули каких-то хороших идей и ссылок на те видео, которые сделали в вашу неделю, которые вы считаете реально крутые. Все. Спасибо большое за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok